Я Москаленко Владимир, замначальник управления реализации ресурс Красноярского филиала СТК. Я отвечаю за начисление платы и сегодня мы с вами рассмотрим такую тему, как отопление. На сегодняшний день отопление в рамках действующего законодательства рассмотрено двумя способами начисления. Это равномерно в течение всего года, либо по факту в течение отопительного периода. В рамках города присутствия СГК, города у нас есть, которые платят по 1,12, это Новосибирск, Кемерово, Белово, Новокузнецк. По 1,9 это Красноярск, Барнаул, Абакан, Канск. Сейчас мы с вами пойдем рассмотрим, как производится начисление платы по 1,9. Теперь поближе к теме, что такое значит 1,9. 1,9, как его народивают, либо начисление в течение отопительного периода. Это тот момент времени, когда плата за отопление начисляется только в те месяца, когда отопление поступает в дома. Когда люди фактически получают данный ресурс. В рамках правил, если рассматривать и читать пункт 42.1, то можно увидеть очень большой абзац и очень большой, как говорится, пункт, который включает в себя очень много формул, очень много всяких возможных условий начисления оплаты. Это такие, как многоквартирные дома без прибора, многоквартирные дома с общедомовым прибором учета, многоквартирные дома с общедомовым прибором учета, где установлены индивидуальные приборы учета тепловой энергии, многоквартирные дома с прибором учета и с распределителями. Но сегодня мы с вами рассмотрим самые распространенные случаи, которые очень часто встречаются на территории, например, города Красноярска, Барнаула, Каннска, Назарова сейчас будет. Давайте рассмотрим плату по нормативу, что это такое и что на себя включает. Если открыть правило, да, там формула очень большая и очень сложная. Но для простоты расчета тот многоквартирный дом, где отсутствует общий домовой прибор учета и все помещения получают тепло, формула становится очень простая и очень упрощенная. Это мы с вами площадь квартиры, например, 60 метров квадратных умножаем на утверденный норматив 0,0249 гигакалорий на метр квадратный и умножаем мы с вами на тариф 765,42 рубля за гигакалорию. С помощью формулы, да, мы с вами получаем начисление платы за отопление в многоквартирном доме в помещении, где отсутствует общий домовой прибор учета. Соответственно, размер платы составит 2786,94. Это будет плата в помещении в течение, например, на территории города Красноярска 9 месяцев отопительного периода. Такую плату потребитель будет получать в течение 9 месяцев отопительного периода, то есть с сентября по май. Тут самое главное надо отметить такие вопросы, которые очень сильно встречались, например, в практике, когда люди задают вопросы. А у нас отопительный период начался в середине сентября, там, 15-го, а закончился там 20-го мая. Почему мы должны платить за целый месяц? В рамках действующего законодательства норматив утверждается на целый месяц. И если открывать формулу, как рассчитываются нормативы, то норматив, он считается на полные месяца, когда было отопление. Поэтому данный вопрос, вот он как раз и закрывается. Здесь что применяется полностью месяц. Нету никаких дележек на половину, на одну треть месяца. Что касается данных величин, да, где их можно посмотреть и где они у нас имеются, да, это мы все можем увидеть также в платежном документе. Но данные величины утверждаются субъектом Российской Федерации. То есть это правительство края, правительство области, ну, в зависимости от того, какой орган утверден. Соответственно, данное все можно посмотреть на официальных сайтах субъектов. Это мы с вами разбирали пример нормативного начисления дома. Далее перейдем к начислению по, как говорится, дом, который оприборен с ОДПУ, и где отсутствуют индивидуальные приборы учета, и все помещения получают тепло. Сейчас рассмотрим дом, который оприборен общедомовым прибором учета, ну, или сокращенно, как это все говорят, ОДПУ. Формулы в правилах, они больше и расписаны на несколько случаев. Учитывая, что мы рассматриваем случаи, которые представляют из себя, что все помещения получают тепло в этом доме, и дома приборено ОДПУ, мы эту формулу маленько упростим, чтобы было проще проверить, посчитать, ну, и понять, как это считается. В дома, которые приборены общедомовыми приборами учета, показания снимаются либо дистанционно, либо управляющие компании нам предоставляют данные показания, и, соответственно, в рамках этого мы производим расчет. На примере, при передаче показаний общедомового прибора учета, объем на отопление составил 80 гигакалорий. Дальше, чтобы понять, сколько гигакалорий пойдет на конкретную квартиру, на конкретное помещение, формула как бы сейчас будет упрощена для того, чтобы можно было проверить. В правилах формула более сложная. Мы умножаем на площадь квартиры, делим на площадь всех помещений, жилых и нежилых. Вот здесь надо понять, что это площадь именно помещений. Места общего пользования в эту площадь не входят. То есть здесь только помещения, то есть это может быть магазины, это квартиры, больше здесь ничего нет. И умножаем на тариф за гигакалорию. Путем данного действия мы с вами определяем размер платы. Но, смотрите, чтобы, как говорится, можно было понять, сколько пошло гигакалорий, формулу можно маленько представить в таком образе, что вот эта часть, она определяет индивидуальный объем. Посчитав эту часть формулы, мы с вами получим, сколько гигакалорий пошло на отопление конкретной квартиры. Далее, перемножая на тариф, мы, соответственно, получим плату, которую гражданин обязан заплатить. Соответственно, при данном условии размер платы составит 2633,53 рубля за отопление. То есть, такой размер платы потребитель заплатит в квартире в 60 квадратных метров, примерно в пятиэтажке стандартной, в какой-то из холодных периодов времени. Это что касается, когда дом оприборен общедомовым прибором учета, нет индивидуальных приборов учета, и все помещения получают тепло в этом доме. Сейчас рассмотрим квартирные дома, в которых есть общедомовый прибор учета, и частично стоят индивидуальные приборы учета. Какая здесь есть особенность в этих домах? Она очень так тяжело для потребителей, точнее, я на практике столкнулся. Очень часто задают потребители в квартирных домах, где установлены индивидуальные приборы учета, такой вопрос, почему я плачу не только по своему счетчику, и откуда берутся дополнительные цифры. Сейчас это рассмотрим. Как ранее смотрели, показание общедомового прибора учета составило 80 гигакалорий. Это показание общедомового прибора учета. Также необходимо знать, сколько суммарно было начислено во всех помещениях в доме. Например, это 55,6 гигакалорий. Это суммарно потреблено во всех помещениях в доме. Это надо запомнить, это очень важная цифра. Дальше у нас есть потребление в самом помещении, где установлен индивидуальный прибор учета. 0,5 гигакалорий. Дальше, соответственно, как и было везде, у нас отопление считается по площади, соответственно, есть площадь помещения 60 метров квадратных и площадь всех помещений в доме 3400 метров квадратных. Дальше мы с вами это все начинаем рассчитывать в формуле, а именно, у нас есть 0,5 гигакалорий индивидуального потребления. Это то, что показал индивидуальный прибор учета и что передает потребитель. Плюс, вот здесь и начинается, как я говорил, вопрос, почему я плачу не только по своему прибору учета, он как раз и начинается вот в этой части формулы и раскрываться. У нас с вами есть 60 метров квадратных площадь помещения. Мы умножаем с вами на разницу между общедомовым прибором учета и то, что было начислено во всех помещениях по индивидуальным приборам учета, ну или как рассмотрим сейчас во втором случае, и делим это все на площадь всех помещений. Соответственно, вот эта часть формулы, она как раз и дает нам понять, сколько от общедомового прибора учета пришлось на данное помещение. Исходя из расчетов, здесь получается 0,41 гигакалория. Соответственно, как говорится, преобразуем формулу, да, как в математике, 0,5 плюс 0,41, получаем 0,91 гигакалорию. Дальше умножаем на тариф, который у нас утвержден. Рассматриваем на примере Красноярска и получаем сумму примерно 1700 рублей. На что необходимо обратить внимание, да, то есть индивидуальное потребление было 0,5 и переумножение на тариф 1865 мы с вами получим примерно 900 рублей. Это то, что было по индивидуальному прибору учета, 1700 это индивидуальное плюс доля от общедомового прибора учета. То есть в данном примере доля от общедомового составила 800 рублей. Это что касается начисления платы, если у вас стоит счетчик и в доме стоит общедомовой прибор учета. Чтобы было понятно, да, откуда берется эта сумма и на что она влияет, у нас есть сами подъезды в домах, есть тамбуры, да, в них температура должна содержаться определенной нормой. Вот за это как раз в рамках законодательства и предусмотрена оплата потребителями за отопление в местах общего пользования. Нету только индивидуального потребления. Вы ходите по подъезду, выходите в тамбур. Это все должно отапливаться, чтобы было, согласно Санпинов, нужной температурой, чтобы дом содержался в надлежащем состоянии. Можно сказать, это какое-то отношение имеет к содержанию. А за это жители платят сообща, потому что это является как раз общим имуществом, которое они обязаны содержать. Теперь берем тот же самый дом, но в квартире, где нет счетчиков, как там рассчитывается плата, мы сейчас с вами как раз это рассмотрим на примере. Единственное, что здесь добавляется и что надо знать, к сожалению, информация эта, она находится всегда в программе, и ее нигде невозможно увидеть, потому что это идет расчетная величина. Здесь необходимо еще добавить следующий объем данных. Это именно сколько было начислено во всех квартирах с индивидуальными приборами учета. Например, 5 гигакалорий, это у нас начислено во всех квартирах, где стоят счетчики. И площадь этих помещений нам тоже очень важна. Сколько метров квадратных у нас с вами занимают вот эти 5 гигакалорий. Для чего это надо, сейчас как раз вам покажу это. Ранее в примере мы рассматривали, что квартира, где стоит индивидуальный прибор учета, она потребила 0,5 гигакалорий. Квартира, где нет счетчика, данная величина рассчитывается следующим образом. Берется площадь квартиры, ну, допустим, возьмем ее 50 метров квадратных. Мы с вами берем 50 метров квадратных, умножаем на 5 гигакалорий и делим на 300 метров квадратных. Полученная величина является объемом потребления данной квартиры. Как мы с вами рассматривали ранее в примере, 0,5 гигакалорий это показания ИПУ. 0,833 это расчетная величина для квартиры, где отсутствует индивидуальный прибор учета. Дальше происходит вся та же самая формула, которая у нас была до этого. Мы берем 0,833 плюс 50 метров квадратных, умножаем на разницу объемов потребления, делим на площадь, все дома, умножаем, умножаем на 3. Соответственно, исходя из этого, мы с вами получаем опять, как в той формуле было, да, мы с вами определяем долю в помещении и долю, которая идет от общедомового прибора учета. Соответственно, суммируя в помещении плюс от общедомового, суммируя данные объемы, мы с вами получаем объем потребления в помещении 1,173. Перемножая на тариф 42, мы с вами получаем примерно 2194 рубля. Это будет размер платы в данном помещении, где не установлен прибор учета. Размер платы, который также в свою очередь, да, как до этого мы разбирались, складывается из индивидуального потребления и доли от общедомового прибора учета. На это всегда необходимо обращать внимание, потому что иначе будут просто вопросы. К сожалению, то есть все данные цифры, весь расчет невозможно отразить в квитанции. В связи с чем, то есть потребитель в любой момент может обратиться к нам с обращением напрямую, задав свое обращение, либо письменно, либо направив его в электронную почту, либо в мобильном приложении и получив обратную связь от нас. Если вы не верите нашему расчету и у вас какие-то остались сомнения, да, вы всегда можете обратиться в надзорные органы, которые проведут проверку, запросят документы и все это проверят и дадут вам ответ. Сейчас мы в квитанции с вами увидим, где можно найти цифры для того, чтобы проверить начисление отопления. В квитанции для начисления отопления цифры отражены в объеме потребления по приборам учета. Ну, в данном случае, пример, дом приведен, где нет нежилых помещений, но по сути это будет объем суммы жилых и нежилых помещений объем. Для отопления, то есть для расчета отопления, необходимо будет смотреть именно в колонку объем потребления, потребление по жилым и нежилым помещениям, чтобы определить суммарный объем потребления по дому. Далее необходимо посмотреть площадь жилых и площадь нежилых помещений в доме и их просуммировать. Это про то, что мы рассказывали в формуле. Также необходима величина площадь помещения, она отражена здесь. Используя данные цифры, мы с вами можем получить результат, который был на доске. Для расчета платы 5 тарифа, то тариф отражен здесь у нас с вами. Если дом нормативный, то справочная информация отражена вот об объеме нормативов. Сейчас мы с вами рассмотрели плату по 1,9 на нескольких примерах. Это именно в те месяца, когда отопление поступает в дом и когда люди реально пользуются услугой. Если данный материал был вам полезен, ставьте лайки. Если остались вопросы, пишите в комментариях, ответим. Всем хорошего дня! Субтитры создавал DimaTorzok